органов. Это печень. Так как она не болит, то многие замечают проблемы с ней уже на поздних стадиях. Какие же болезни печени встречаются у жителей большого города чаще всего и по каким признакам все-таки можно заранее понять, что печень не в порядке? Какие продукты полезны для печени, а какие наоборот ее разрушают? Нужно ли чистить печень и покупать для профилактики гепатопротекторы? И как сохранить здоровье нашей печени? С вами программа Доктор 24. И сегодня мы снова вас удивим. Отправляемся изучать нашу печень. Печень – главный фильтр нашего организма, поэтому за ее состоянием нужно следить. Но оказывается, вокруг нас есть немало факторов, которые могут печени навредить и спровоцировать ее заболевание. Я сегодня приехала в инфекционную клиническую больницу номер один, чтобы разобраться, что это за факторы и какие проблемы с печенью они могут вызвать даже у молодых людей. Зуева Анна Григорьевна, врач-инфекционист, кандидат медицинских наук. Анна Григорьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Мы сегодня говорим про один из самых главных органов, которые у нас есть – это печень. Вот какие вообще есть самые такие распространенные болезни печени, которые особенно часто встречаются именно у жителей больших городов? Жировой гепатоз – это и есть жировые включения в печени, которые могут разрушать печень и влиять на ее функции, но это в отдаленной перспективе. То есть печень становится не печенью, а жиром. Да, то есть ее здоровые клетки гепатоциты заменяются на нездоровую клетки, да, жировую ткань, которая в своей себе функции не несет. Но это, конечно, не быстро происходит, это в течение какого-то времени, это малоподвижный образ жизни, стрессы, неправильное питание приводит к заболеваниям таким, как жировой гепатоз. Теперь, если продолжить речь про гепатиты. Вот вирусные гепатиты – это понятно. Гепатит А – болезнь грязных рук, мойте руки, Б и С – это там кровью передается, да? То есть это какие-то такие, ну, более-менее известные, скажем так, вещи. Но я вот прочитала, что бывает токсический гепатит и вызывают его медикаменты, то есть лекарства. Что это за лекарства и как вот они разрушают нашу печень, по сути? Это действительно так. Бесконтрольный приём некоторых препаратов без назначения врача неправильно подобранные дозы могут приводить к токсическому гепатиту или называют ещё лекарственный гепатит. И также есть препараты гепатотоксичные, то есть которые можно с осторожностью принимать. Такие, например, как гормональные оральные контрацептивы или антидепрессанты. Бесконтрольный их приём без назначения специалистам могут вызвать токсический гепатит. Итак, друзья, многие распространённые лекарства, такие как оральные контрацептивы, гормональные, антидепрессанты, могут спровоцировать развитие токсического гепатита. Поэтому принимаем лекарства только так, как назначил его врач. У печени есть такой отросток, вот я его вижу, вот он зелёненький. Это вот желчный пузырь, правильно? Да. И вот я тут видела статистику, что вот камни в желчном пузыре – это тоже какая-то супер распространённая проблема. Это же тоже можно как бы причислять к заболеваниям печени? Да, как раз-таки желчекаменная болезнь – это заболевание, связанное с печенью, это образование, да, простым языком камней в полости желчного пузыря. Но здесь мы проток видим, к протоку идёт желчный пузырь, и в нём образуются камни. И такое угрожаемое состояние, когда камень может выйти в проток, приводит как раз-таки к механической желтухе. Человек может пожелтеть, и как раз вызывается и болевой синдром, и вплоть до очень тяжёлых последствий. Поэтому пациентам рекомендуется регулярное обследование, такое простое, как УЗИ брюшной полости, для определения возможного наличия камней в желчном пузыре. А что вот их провоцирует, вот у нас, жители больших городов, причём достаточно молодых? Ну, как бы банально не звучало, да, малоподвижный образ жизни, отсутствие спорта, физических нагрузок, неправильное питание. Стресс – это всё факторы риска желчекаменной болезни. Хорошо. Вот говорят, что печень не болит. Ну, может быть, есть какие-то симптомы, которые раз вот появляются, и ты понимаешь, да, что-то с печенью не то. Да, действительно, есть такие симптомы, давайте позже о них поговорим. Договорились. А я передаю слово Юлику, он прямо сейчас выясняет, какие наши привычки убивают печень. Проверьте, есть ли они у вас. Все уверены, что только чрезмерное употребление алкоголя вредит нашей печени. Но оказывается, не только это. Многие вредят своей печени и даже об этом не догадываются. Например, бесконтрольно принимают обезболивающие, а также специальные препараты для печени. От каких привычек надо избавиться, чтобы ваша печень всегда оставалась здоровой? Сейчас всё выясню у нашего эксперта. Народовская Ольга Андреевна, врач-терапевт, кардиолог, диетолог, член экспертного совета «Строенная Россия». Ольга Андреевна, сегодня обсуждаем неожиданные вредные привычки для нашей печени. Хочется отметить, что именно нужны неожиданные, нестандартные. Есть ли такие? Да, безусловно, конечно, такие есть. И предлагаю обсудить их с нашими москвичами. Владислав, мы сегодня обсуждаем неожиданные вредные привычки для нашей печени. Как вы думаете, какие это могут быть привычки? Продукты вредные, скорее всего, есть. Типа, может, с повышенным содержанием чего-то, кислоты какой-то. Но необработанные продукты, что типа такого, мне кажется. Ольга Андреевна. Супер, вы прямо в точку угадали абсолютно точно. В целом образ жизни и наше питание, безусловно, очень влияют на состояние нашей печени. И даже сейчас у нас есть такая некая эпидемия большого города. И состояние это называется неалкогольная жировая болезнь печени. Что к ней может привести? Конечно же, образ жизни, который способствует избыточной массе тела. Большим влиянием как раз на развитие этого состояния как раз оказывают абдоминальное ожирение. То есть человек вроде как стройный, может быть, но животик уже есть. Абдоминальное ожирение можно диагностировать у людей, у мужчин, у кого окружность талии более 94 сантиметров. У женщин окружность талии более 80 сантиметров. Соответственно, следить нужно за окружностью талии. Как? Соблюдать, конечно же, здоровый образ жизни, обязательно двигаться, заниматься физкультурой и здорово питаться. Как вас зовут? Володя. Володь. Мы сегодня обсуждаем неожиданные вредные привычки для нашей печени. Что это может быть? Не знаю. Ольга Андреевна, спасайте! Некоторые лекарственные препараты, особенно которые мы принимаем очень часто, и нам они кажутся абсолютно безопасными, могут навредить нашей печени. Парацетамол. Это же что-то от головы. Это головная боль. Это жаропонижающее, это болеутоляющее. Как раз именно из-за этого препарата, по-другому называется ацетаминофен, может как раз спровоцироваться повреждение печени. Тогда, когда человек принимает очень много, более 2 граммов в день. У вас нет этой привычки? Нет. Это замечательно. Какие еще привычки могут навредить? Это принимать гепатопротекторы. Фосфолипиды, например. Да, это лекарственные препараты или добавки, которые применяются с целью защитить и восстановить нашу печень. Но дело в том, что эти фосфолипиды не показали никакой эффективности. Но кроме этого, они еще могут усугубить состояние. Каким образом? Они могут вызвать синдром холестаза. Это застой желчи. Это может усугубить состояние и без того поврежденной печени. Вредные привычки для нашей печени мы обсудили. А есть ли какие-то полезные привычки, которые могут восстановить, например, печень? Ну или не сделать хуже, как минимум? Безусловно, конечно, такие привычки есть. Поэтому предлагаю их обсудить немножко попозже. Давайте. А я передаю слово Алене. Она выясняет, какие продукты могут нарушить работу нашей печени. Для нормальной работы печени очень важно наше питание. Все мы знаем, что жирное и жареное вредит ее здоровью. Но, оказывается, есть и другие продукты, которые могут спровоцировать ожирение печени или даже привести к циррозу. Сейчас я узнаю, что это за продукты, а вы проверьте, как часто их едите именно вы. Марина Макиша, врач-диетолог, Национальная ассоциация диетологов и нутрицологов. Марин, привет! Привет! Что же это за ужасные продукты, которые разрушают здоровье главного фильтра нашего организма – печени? Ну, про алкоголь, я думаю, все знают. Они говорят о том, что он опасен для печени. Тем не менее, есть продукты, которые многие едят достаточно часто и даже не подозревают, какой вред они наносят печени. В первую очередь, это продукты с высоким содержанием сахара и белой муки. То есть продукты, которые мы называем быстрые углеводы. Почему? Вот подумай сама. Когда повышается сахар в крови, когда его поступают в кровь очень много, организм не может его в этот момент израсходовать. Куда сахар деть? Ведь у нас же в организме сахар как-то отдельно не откладывается в запасы. Но это же сахар вроде как влияет больше на поджелудочную. Причём тут печень? Нет, поджелудочная – это выработка инсулина. А дело в том, что вся глюкоза, которая будет в крови, прогоняется через печень, чтобы превратить её в жир, который потом пойдёт в жировые запасы. И, соответственно, все быстрые сахара, быстрые углеводы проходят через печень, повышается накопление жиров не только в организме, но ещё и в самой печени, что резко повышает риск развития жирового гепатоза, который, по своему прогнозу, не лучше алкогольного цирроза. И серьёзная проблема, с которой на сегодняшний день сталкивается современный человек, это как раз из-за большого количества углеводов быстрых растёт заболеваемость жировым гепатозом. Хорошо, вот мы ограничили сладкое продукты из белой муки. Что ещё? Ну, ещё одна белая смерть – это соль. Да, опять же, мы не говорим, что нужно отказаться от соли, но мы говорим о том, что нужно следить за потреблением солёных продуктов, потому что, как показали исследования, избыточное потребление соли плохо влияет не только на почки, но ещё и на печень. Замедляет процессы восстановления клеток и даже может способствовать этой ситуации развитию фиброза. То есть, когда тоже клетки печени замещаются соединительной тканью, и она уже работать нормально не может. То есть, не выполняет адекватно свою функцию. И вот большие количество соли в рационе, а я напомню, что многие полуфабрикаты – сосиски, сардельки, колбасы, даже обычный хлеб тоже содержит достаточно много соли. Поэтому вот промышленные полуфабрикаты и, в принципе, готовая еда, особенно консервированная еда – это такие источники соли в нашем рационе достаточно значимые. Лучше всё-таки готовить дома и стараться солить поменьше. Ну и ещё одна группа продуктов, а точнее, продукты и способов обработки, которые будут крайне опасны для печени – это сильно жирная и жареная еда. Дело в том, что как раз печень вырабатывает те ферменты, которые должны перерабатывать жиры, которые поступают с пищей. Но если этих жиров очень много одномоментно поступает, если эта пища ещё с такой жареной, хрустящей корочкой, то это заставляет нашу печень перенапрягаться, да, чтобы выделить много ферментов и всё это переварить. И, соответственно, это может спровоцировать даже боли в области правого подреберья. А у людей, у которых уже есть какие-то заболевания, ну, например, холецистик тот же самый или камни в желчном пузыре, может даже спровоцировать приступ. Зафиксировали, запомнили, и эти продукты мы ограничиваем в своём рационе. Марин, скажи, а есть ли продукты, которые наша печень любит? И вот если мы их едим, она прям делает вот так. Да, действительно, есть такие продукты, которые могут помочь нашей печени работать лучше, и мы их сейчас найдём. Отлично, но сделаем это чуть позже. А пока слово Маше прямо сейчас она выясняет, как понять, что ваша печень не в порядке. Печень никогда не болит. Но как же тогда понять, что с ней что-то не так? Так, оказывается, есть несколько симптомов, по которым можно заподозрить развитие её болезней. Что это за симптомы? Сейчас узнаем. Анна Григорьевна, вот говорят, что печень не болит, но всё-таки хочется как-то понять, вдруг с ней какие-то проблемы уже появились. Вот какие это могут быть симптомы? Я, например, читала, что могут быть отёки. Но вот что это за отёки и где, собственно говоря, они появляются, эти отёки? Отёки действительно могут быть при заболеваниях печени, но в первую очередь это отёки голеней, может увеличиваться живот в объёме. Какие ещё есть симптомы? Может быть, как-то на коже как-то это проявляется? Ну, также можно обратить внимание на сосудистые звёздочки. Это расширение сосудов в области декольте. А почему они появляются вообще? Чаще при тяжёлых заболеваниях печени изменяется структура печени, между собой анастомозы сосудистые, и могут приводить к тому, что появляются вот эти сосудистые звёзды. Ну, то есть сосуды как бы немножко лопаются или расширяются? Да, расширяются, да, да. Поняла. Хорошо. Вот сосудистые звёздочки – это ещё одно проявление серьёзных проблем с печенью. А вот ещё говорят, что склеры глаз желтеют, и если вот они чуть пожелтели, то, наверное, нужно сходить вот к гипотологу. Возможно, что пожелтение склера – один из признаков, но всё равно надо более глубоко изучать это, но всё-таки обращать внимание на цвет кожи, на цвет склер стоит. Из симптомов, о которых мы с вами поговорили, это всё-таки уже о поздних стадиях, и, конечно, так быстро они не образуются, но всё же обращать ваше внимание стоит на это. Но для диагностики в современной ситуации лучше проводить диспансеризацию, потому что всё-таки эти симптомы, они появляются не так вот быстро. Когда уже печень такая. Да, уже, да, когда есть тяжёлое поражение печенью. Поэтому рекомендуем проходить диспансеризацию. Анна Григорьевна, спасибо вам большое за интересный рассказ. Надеюсь, что у вас будет всё-таки поменьше тяжёлых пациентов, что вам придётся общаться только с теми, у кого вот там что-то чуть-чуть повышенного, оно в язык крови. Да, будьте здоровы. А теперь слово Юлику, он прямо сейчас выясняет, какими полезными привычками нам нужно обзавестись, чтобы печень была здоровой. Чтобы печень была здоровой, мало правильно питаться. Надо ещё соблюдать несколько простых правил. Сколько воды надо пить? Как сон влияет на состояние нашей печени? И какая диета полезна для главного фильтра нашего организма? Сейчас узнаю у нашего эксперта. Ольга Андреевна, вредные привычки для печени, неожиданные вредные привычки мы обсудили. Давайте немножко о полезном. Первая замечательная привычка связана с водой. Это, конечно же, соблюдение адекватного водного баланса. Дело в том, что у нас с вами нет общей принятой нормы. То, что говорят, что нужно выпивать не меньше двух литров воды. Да, но для кого-то двух литров может быть и мало. Ну вот, например, сейчас жара. Мы много говорим, мы много двигаемся. Двух литров для нас, скорее всего, будет недостаточно. Можем ориентироваться на 6-8 чашек жидкости. Для чего вообще в разрезе печени нам важен водный баланс? Для того, чтобы у нас с вами был адекватный объем циркулирующей жидкости. Просто чтобы, скажем так, помогать нашей печени проводить свою детоксикационную функцию. Вторая привычка. Итак, вторая привычка – это, конечно же, сон. Сон важен не только для работы головного мозга, но в том числе и для печени. Для того, чтобы наши гепатоциты – это клетки печени – восстанавливались, репарировались адекватно. Опять-таки, да, выполняли все свои функции. Поэтому сон важен в том числе и для печени. Сон. Третья привычка. Это вовремя прививаться. Прививаться от гепатита А и от гепатита Б. К сожалению, от гепатита С вакцины пока не существует. Как он передается? Через кровь, через незащищенные половые контакты. Ну, соответственно, защищаться от этого. Еще часто советуют для печени устраивать разгрузочные дни. Ну, либо вообще не есть, либо на кефирчиках, в творожках, на чем-то легком, диетическом. Так это или нет? Нет однозначных каких-то научных данных, которые подтвердили бы, да, что вот эта стратегия эффективна. Вы можете попробовать. Лучше, конечно, это делать под контролем специалиста. Спасибо большое. Очень приятно всегда с вами общаться и узнавать что-то новое. Спасибо вам. А я передаю слово Алене. Она выясняет, какие продукты надо включить в наш рацион, чтобы печень работала на все сто. Многие считают, что для здоровья печени важно пить травы. Например, расторопшу. Но знаете ли вы, что есть специальные продукты, которые особенно полезны для нашей печени? Давайте проверим, есть ли эти продукты в вашем рационе. Итак, Марин, чем же мы будем кормить нашу печень? Давай обратим внимание на творог, потому что это продукт с высоким содержанием аминокислоты метионин. И вот как раз, как показали исследования, метионин очень важен, во-первых, для восстановления клеток печени, а во-вторых, для профилактики жирового гипотоза, о котором мы говорили. Поэтому вот 100-150 граммов творога в день – это будет хорошая поддержка для печени. Едим творог. Продукт номер два. Возьмем яйца, потому что яйца, а точнее яичный желток, содержит очень важное вещество, которое называют натуральным гептопротектором. Это холин. Холин встраивается буквально во все мембраны клеток печени и нужен для восстановления этих клеток. Но, кроме того, он влияет на обмен жиров и тоже помогает нам в регуляции жирового обмена. Это очень важно для профилактики тех отменений в печени, которые связаны с их усиленным накоплением. Слушай, ну вот тоже много лет обсуждается, то в одну сторону склоняется, то в другую, что в яйцах есть тоже вот этот жир, повышение холестерина в крови. Вот этот холестерин – это же есть жир, он в печени не откладывается. Забудь, забудь. Яйца уже давно реабилитированы по результатам многочисленных научных исследований, обзоров и метаанализов. И если вы съедаете 3-4 яйца в день, вы можете вообще не переживать за свой холестерин. Вот на уровень холестерина яичный желток не влияет так сильно, как многие думали раньше. И на сегодняшний день, наоборот, есть исследования, которые показывают, что яйца в рационе помогают снижать вес. Итак, яйца – это у нас продукт номер 2 для здоровья печени. Давай номер 3. Это что? Ну, пойдем за овощами, потому что это источник антиоксидантов. И надо же с чем-то есть яйца из вора. Конечно, конечно. Но антиоксиданты, напомню, это особые молекулы, которые защищают клетки нашего тела от повреждения свободными радикалами и различными токсичными элементами. Но вот для печени самым полезным овощем будет томат. А даже правильнее сказать ягоды, потому что томат – это ягода. И вот его красный цвет такой как раз сигнализирует нам о высоком содержании ликопина, очень мощного антиоксиданта, который по результатам научных исследований тоже является гепатопротектором, помогает защищать и восстанавливать клетки печени. И, кстати, защищает печень от негативного влияния алкоголя. Продукт номер 4. Ну, поскольку мы гуляем рядом с овощным прилавком, давай возьмем зеленую фасоль, потому что зеленая фасоль – это источник… Это стручковая. Стручковая. Зеленая фасоль содержит вещества бибуаниды, которые тоже помогают защищать печень от отложения в ней лишнего жира. То есть помогают в профилактике жирового гепатоза. Поэтому вот, например, к завтраку из яиц… Вот смотри, тут вот такие есть. Да, а вот выбирай любую, какая тебе больше нравится. Можно добавить зеленой фасоли. Марин, спасибо тебе огромное за консультацию. Пусть будет здоровой печень у всех – у тебя, у меня и у наших зрителей. Питайтесь правильно и будьте здоровыми. Сегодня привезу ребятам по пачке творога. Пусть побалуют свою печень. Заботьтесь о своей печени. Берегите себя. Это была программа «Доктор 24».